Добрый вечер. Здравствуйте. Это футбольный клуб Анджи. Добрый вечер. А правда, что в газетах пишут, что вы на трансферную политику планируете потратить 300 миллионов евро? Правда, да? Слушайте, а вам три хороших футболисты нужны, наверное? Какие футболисты? Какие футболисты? Ну, мы нападающие с тобой. А Кузичев кто? Кузичев полунападающий. Не бывает. Полунападающий, полу кто? Полуведущий. В общем, два нападающих, а третий, в принципе, да, тоже в курсе, нормально, да. За какие клубы играли? Я за Барселону играл, вот, крестик и треугольник. Один за Барселону, второй за Реал, третий, ну, тоже разбирается, нормально, да. Да, все хорошо, в курсе. Нет? Я понял. А почему? А, просто нет. Я понял, извините, до свидания. Так. Ну что, когда едем? Смотрите, значит, гетры, бутсы, бутерброды. Не едем. Почему? Ну, они сказали... Вы в Анжи звонили? Да, звонили. Представились? Да. Они сказали нет. А стоп, а бюджет они подтвердили? Подтвердили. И? Нет. Сказали, что даже бакса не дадут. Почему? За наши рожи. Просто не дадут и все. Знаешь, я хочу сказать, что не очень-то и хотелось. Я серьезно говорю. Кто по доброй воле поедет в Анши? Мало кто, правда? Да. Это раз. Второе. Значит, бегать же там надо, а у нас одышка. Да. Третье. Сколько раз их показывают по телевизору? Ну, раз в неделю. В лучшем случае. В лучшем случае, да. А нас? У нас каждый день, да. Каждый день по федеральному каналу, простите. Да. Да? В хорошее время. Да. Да. А? Кстати, да. Да. Их 11. Нас трое. Кто поймет? А тут Алексей Поляков, Илья Савельев, Анатолий Кущев. Кому еще хочется в Анжи? Да, у нас люди интересные к нам приходят. Ну, вот, друзья, слушайте. Я серьезно говорю, как это? Сейчас. Анжи, пред Спартаком дрожи. Вот зря. Почему? Опасно. Нормально. Это «Профилактика». Поехали. А бутерброды вообще здесь едим. Наташа приготовила. Два с колбасой, два с сыром. Почему два, кстати? Нормально. Ну, нехорошо. Кто-то собирался не ехать. Так. Значит, пиши, Илья. Давай. «Профилактика». Сегодня. Значит, сокращаем список синдромов психиатрии. Составляем и считаем список творческих профессий в стране. Программа учета у нас? Ну, в каком смысле? Пытаемся понять, что это за креативный класс. Кто к нему относит себя и кого относим к креативному классу? Мы. И, наконец, выведем формулу распространения и появления, и появления новостей в интернете при помощи... Эта хрень интернет не пишет. Заменить надо. Сети. 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 При помощи крупного российского ученого. В этой области. Я предлагаю с этой темы и начать. Хорошая мысль. Хорошая мысль. О, круто, в конце. Не конец пишу, а начало. Да, молодец. Итак, друзья. Можно сказать, мы новую науку, так сказать, сегодня запускаем или определяем в профилактике. Не знаю, новостиведение, ньюсология, как угодно. В общем, есть мнение, что появление, эскалация, нагнетание многих новостей имеют структуру, связь, собственные законы. И поддаются некой, не знаю, дрессировке, по крайней мере, пониманию. Игорь Ашманов расскажет нам, растолкует. Я тебя назвал крупным российским ученым в этой области. Это неправда. Неправда? Ну, просто... Здравствуйте. Исследователь. Ну, типа... Вот твое кресло. Да, пожалуйста. Хорошо. Но тем не менее, то, что новости появляются в соответствии с какими-то законами, это же правда? Наше предположение верно? В принципе, правда. То, что, так сказать, появление новостей и сами новости имеют некую структуру не внутри себя, а в интернете. Ну, в интернете или в СМИ. В любом случае, например, есть структуры естественные и неестественные. Вот, собственно, это и главная интрига. То есть новости могут как бы самозародиться, самораспространиться и самоумереть, а ты намекаешь на то, что, возможно, бывают какие-то новости, которые, повинуясь какому-то внешнему импульсу, не то что появинуясь, а внешний импульс и есть, эта самая новость появляется, потом как-то распространяется, а потом исчезает. Ну, сначала происходит событие какое-то. Так, либо вброс. Вбросы тоже бывают, да? Когда новости реально нет, ну, и вот там, допустим, вбросы, да? Создают. То же самое, что называется посевом. Да, да, в частности. Посев. Вот, и затем, если это более-менее естественное распространение новости, то у нее график такой довольно характерный. То есть это такой резкий передний фронт, и потом новость довольно быстро релаксирует, то, что называется. Можно, кстати, остановиться, что значит естественное распространение. Гораздо интереснее поговорить о том, что такое неестественное. Надо понять, что это такое естественное. А вон же у вас доска есть. Да, рисуйтесь, шикарно будет. Ничего пока на вашем месте. Я никакой не исследователь и не ученый. Ты, тем не менее, меряешь эту историю, так? Да, наукой я последний раз занимался в году 87-м. Значит, по сравнению с нами, ты ученый, Игорь. Да, я даже кандидат наук. Но, значит, на самом деле у нас есть просто компания, которая занимается мониторингом социальных сетей, СМИ, блогов и так далее. Там примерно 500 тысяч сообщений мы мониторим в день. Ну, потому что у нас есть клиент, который просто конкретный там, примерно 17 отраслей, по которым мы это делаем. Вот. И мы, соответственно, видим то, что происходит в сети. В частности, у нас там есть некий проект, по которому мы еще порядка сотни персон, наиболее выдающихся, смотрим, что про них пишут. То есть система выкачивает блоги и все остальное, Facebook, ВКонтакте, там, где есть эти упоминания, и смотрят, есть там позитив или негатив в отношении того. Система смотрит или люди? Система, конечно. Система смотрит, есть ли позитив и негатив? Конечно, конечно. Есть такие технологии. Подождите, все, об этом, это отдельно интересно, чем вы ее коснете. Там есть синтаксический разбор предложения, есть, ну и так далее. Ну как, искусственный интеллект, как называется. Вот. Вопрос так, Игорь, бросил. Да. Хорошо. Ну, да, а что такого? Я вот этим 25 лет занимаюсь, начинал с отдела искусственного интеллекта в Академии наук с 83-го года. Так что, так вот, если новость, это, допустим, время, да, это, допустим, количество появлений. Интенсивность, как бы. Интенсивность. Значит, обычная новость действует вот так. Так. Ага. И потом она довольно быстро. Сейчас, где вот это вот совпадает или отстает немножечко от, собственно, события? Да. Да. А, но там где новость? Здесь происходит событие, дальше, значит, возникает вот такой пик упоминаний его, причем можно еще считать. Это отдельная история. Например, это все упоминания, но они с дублями, там, с перепечатками, репостами и так далее. Можно считать еще количество, скажем, оригиналов. Уникальных. Да, уникальных. Дубли довольно легко автоматически определяются. Так вот, если уникальных много, то это значит, что это реальные, как бы, новости, которые создаются многими специальными корреспондентами, собственными корреспондентами, многими пишущими и так далее. Если, наоборот, мало оригиналов, то это значит, что это сброс из одного или там нескольких источников, примерно одного и того же, с последующим перепостом, там, за деньги или еще. Соответственно, вроде, то есть, соотношение количества уникальных к перепечаткам кое-что показывает. А можно прямо на примере конкретных новостей, чтобы понимать, где много было? Нет, ну я сейчас про это пару слов скажу. Значит, чем стирают? Вот, значит, что происходит с новостью, точнее, не с новостью, а с, как я это называю? Да, новостной сюжет будет выглядеть вот так. Так, произошло ужасные последствия, потом, а, возбуждено уголовное дело, потом найдены виновные, произошел суд, ну и то есть, но все они будут иметь более-менее вот такой же пикообразный график. А покажите с плазмой, пожалуйста, у меня просто есть ряд ваших графиков. Ну да, можно посмотреть. Покажите, да, вот это вот, я так понимаю, 5 марта, это, собственно, выборы президента. Нет, давайте лучше не с Путина, начнем, пролистаем дальше. Еще, вот Путин это вот, ну, например, еще дальше, вот что там еще есть? Вот, например, вот типичный пример проблемы с Роскана, да? Событие еще немножко, и вот, ну, вы видите, меньше, чем за неделю, угасает полностью. Неинтересно, про него даже еще немножко пишут, но перепостов и всего остального мало. Это, судя по дате дела с суденером, с обвинением его в суде, там, да? Ну да, да, это вот недавние его проблемы. Давайте еще куда-нибудь лечнем, есть там еще, как раз, Страска. А это вот его летние проблемы, арест и освобождение. Вот этот сюжет, вот он так выглядит. А, вот это, значит, вот это 16 мая арест по поводу изнасилования, якобы, нафисатур, диалло. Да, прям покажешь, дело, 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 дело. Ну да, там какие-то новости. Ну, там некое решение по этому делу. Ну, и все, и сдулость, да, и все. Вот так выглядит сюжет. Вот, но есть в интернете явления, вот, с новостями, там, блогерскими записями и так далее, которые выглядят не так. Ну, вот давайте еще объясним. А, то есть, вот то, что было, это естественное развитие. Ну, не про Путина дальше еще, потому что Путин — это отдельная история, сейчас я про него скажу. Так, где-то там. Вот Мегафон. Это утечки персональных данных, ну, и утечки СМС с сайта Мегафона. Прослого лета. Прослого лета, да, вот опять пик. Ну, точно так же. То же самое, да. Так, что еще есть? А вот Патриарх Кирилл. Вот типичный пример, смотрите. Пример чего? Который недавно заявил о развернутой против него СМИ компании. Да, здесь полочка еще не очень хорошо видна, потому что на самом деле тема, которая подогревается, как на комфорке, да, как на спиртовой горелке чайник, она выглядит вот так. Она выглядит полочкой, и часто, когда команду тему закрыть дали, у нее еще и задний фронт вот такой. Выключили, и все. И вот таких довольно много. Это неестественное развитие. Это неестественное развитие событий. Это значит, что подбрасывают. Ну, вот как с Кириллом, да, причем интересно, вот смотрите, вот эти вот провалы, это выходные. Это значит, что, ну, например, рецепт соуса песто на выходных будет только расти. А Патриарх Кирилл падает, а значит, что делают это офисные сотрудники. Понятно, да? Делают, что-то, подогревают темы. Или интересуются. Подогревают темы. Нет, нет, это именно график постов и новостей. Это не чтение, это не посещение. А это какая новость про Патриарх Кирилла? А это, извиняюсь, много новостей. А, это просто вот фон. Это тема. Это тема. Это тема наезда на Кирилла. И разного рода вбросы, если я правильно понимаю, Игорь. Сначала там, пусть и рает, потом там... Потом его заявление по поводу пусть и рает. А вот сейчас вот рост пошел, да, после выходных вот этих. Это фотошоп. Завтра будет пик про фотошоп, что у него здесь часы есть, там часы нет. А, да, про часы. Вопрос в этом. Вбрасывать будут продолжать. Сейчас нашли про часы. А скажите, это очень интересно. На следующий день бросит еще. Скажи, пожалуйста, секунду, секунду, секунду. Вот эта вот шкала интенсивности. Вот эти вот, как говоришь, офисные сотрудники, которые занимаются перепостами. Это и есть те самые люди, которые осмысленно и осознанно сеют? Есть те, кто сеют и осмысленно. Или просто люди, которым интересно искренне. Или они искренне интересны. А там есть и те, и другие. Дело в том, что если все время подогревать, то дальше эта тема воспроизводится. Есть люди, которые искренне приходят в негодование. Просто я хочу вам предложить такой психологический эксперимент. У вас будет психолог. Очень простое. Задуматься, смотреться в себя, как Платон на своей академии написал. Познать себя. Помните ли вы, что два года назад вы совершенно искренне ненавидели ментов? Чудовищно их ненавидели. Потому что все знали, что менты очень плохие. Вот в апреле 2010 года тема ментов была выключена. И все начали ненавидеть коррупционеров. И когда я спрашиваю, там спрашивал, скажем, полгода назад. Ты помнишь, что ты сейчас ненавидишь коррупционеров? А ведь там год назад это были менты. А ты про коррупционеров не думал. И у людей возникает остановка сознания. Они говорят, да, действительно. Но с другой стороны, Игорь, человеку свойственно переключаться между темами. Причем не обязательно должен быть внешнего импульса. Нет, про то, что преступление и всяческие беспределы ментовской никуда не делся. Но из тем обсуждения его исключили специально. Вот в апреле, давайте я нарисую график некий. Не график, а вот я вам напомню, что происходило в нашей стране. Вот если здесь поставить 99-й год, потому что до этого я не следил как-то. То вот здесь была тема Чечни, Че. Она вот так вот вырубилась. После этого началась тема дедовшины, Д. В 99-м? Нет, это я уж не помню. Они держатся примерно полтора-два года, каждая тема. И надо меньше, надо год. Дедовщину выключили. Началась точно так же внезапно тема русского фашизма. Русский фашизм это что? Когда на рынке, извиняюсь, устью Рюпинске подрались трое армян и пятеро азербайджанцев, один из них по-моему русский. Это срочно в номер, до колледжа, круглые столы, на телевизоре с Ванидзе, значит, неисто стоит. У нас фашизм. Значит, вот русский фашизм кончился. Кончился он кондопогой, тем, что власти это сделали. Дальше пошла тема плохих ментов. И вот здесь вот, значит, это четвертый месяц 2010 года, у нас два миллиона ментов. Один процент из них наверняка сумасшедший. То есть, как и в следе любых людей. Это знают продавщицы, да, там, и те, кто с массовым обслуженным работают. Ну, представьте себе, два, может быть, полтора, 15 тысяч людей неуравновешенных, которые находятся всегда в окружении плохих людей ситуации с оружием. И с оружием. Это очень важно. Вот. Они, конечно, срываются. Пусть каждый из них срывается раз, там, в три года. Соответственно, пять тысяч человек в год срываются и что-то творят. То есть, статистически понятно, что происходит постоянно. Десять событий в день, даже больше. Можно, на самом деле, набрать что угодно. Но вот здесь, вот, вот я за этим следил уже внимательно. Вдруг менты перестали бить, угрожать, вымогать. Секунду, секунду. И вот, друзья, какую букву мы напишем в этом квадрате через две с половиной-три минуты. Так, и, значит, у нас интригующий последний квадрат. ЧДФМ, это, значит, Чечня, дедовщина, фашизм, русские менты и... Значит, вот здесь надо, все-таки я хочу обратить внимание, что здесь с ментами ничего не... Они перестали фабриковать, угрожать, вымогать, бить, стрелять в пассажиров там или там водителей. Они делали это столько же, сколько и делают и сейчас, потому что это просто статистика, да? Это люди там в такой ситуации. Не, ну там, я так понимаю, под реформу это делалось, да? А тема ушла, ее выключили. Тема ушла. И вот здесь возникла тема коррупция. К. И она резко взлетела и опять пошла такой полочкой. Конечно, вот с такими пилами, с гребенкой Чурова там, условно говоря. Вот. Но она пошла. Единственное, что вот этот раз, летом 2010, 2011 года, была проделана довольно любопытная вещь. Вот я такого раньше не видел. Она была выключена вот таким образом. Вот так. Постепенно сведена она нет, потому что она конвертила в Россию без Путина. Долой Путина. И вот, летом 2011 года, всех, кто ненавидел коррупционеров, аккуратно конвертировали в ненавистников Путина. Тогда возникает вопрос, кто создавал эти темы и кто конвертировал? Должен был последний вопрос. Потому что тот, кто стоит за всем этим, тот, кто продуцирует буквы ЧДФМКП, это же и есть самый главный, по идее, должен быть интерес своего исследования. Здесь секретов-то нет. Смотрите, я не занимаюсь исследованием политических движений и так далее. У нас есть просто там, во-первых, компания, которая является агрегатором новостей, такая новотека, и вот компания Крибрум, которая анализирует блоги. Мы смотрим, значит, источники искать. Это уже работа для спецслужб, да, на самом деле. Нам таких работ никто не заказывает, и мы сами не делаем. Но вот эти темы, понятно, откуда они берутся. Так же, как темы там, типа, экологические и так далее. Защитник про наших прав Лев Пановарев прямо говорит, вот американцы мне платят, а вот вы, японцы, не платите. Давайте я вам... Там более-менее понятно, что тему плохих ментов власть раскручивать не может. У нее тоже есть какие-то инструменты, да? Да, у меня вопрос. Просто, ну, есть же у нас так называемые независимые СМИ, оппозиционные СМИ, там, прогосударственные СМИ. Есть огромное количество блогеров, которые читают информацию на зарубежных ресурсах. Просто как вот... А вы говорите, что тема выключается прям в кол-выкол. Как это происходит? Ну, потому что естественный уровень темы... Включите, вот он какой-то. Наверное, вытеснение. Вы видите, вот включите про патриарха. А, вот он, про патриарх Киры. Реальные там, как бы, про него упоминания, даже если там... Да, заметим, что про товары и продукты примерно, значит, две части плохих упоминаний, и одна часть хороших. Про политиков примерно один к четырем. В четыре раза больше негатива. Так что вот если у нас в среднем 100 упоминаний патриарха Кирилла, можно быть уверенным. Ну, по сути, он публичный политик, да? Хотя он, может быть, сам не согласился бы с этим. Значит, соответственно, здесь, наверное, 25 хороших упоминаний, 75 плохих. Но потом это растет, смотрите, до 400, да? Там, 300-400. Вот этот вот пик. Вот естественный фон, да? Интересы к нему нации. А вот это вот, это то, что начинает подогреваться. Вот часы там, есть часы, нет часов и так далее. Нет, я ответил на вопрос, Игорь. Если начинает подогреваться, значит, есть некие силы, некие инструментарии, которые это подогревают. Сил в интернете довольно много. Значит, есть там Костя Рыков с его, значит, всякими интернет-ботами, там, интернет-ополчением и так далее. Есть, значит, либеральная тусовка. Но вот это, конечно, на мой взгляд, это тема, раскручиваемая либеральной тусовкой, на деньги американцев, там, Ходорковского и так далее. Вот это, конечно, оттуда идет. Потому что властям раскручивают тему плохих ментов, они, наоборот, реагируют. Они берут вот здесь, смотрите, что произошло. Здесь закончили войну в Чечне и начали полицейские операции. Вот здесь взяли и изменили срок службы. Но здесь вообще началась военная реформа, между прочим. Власть, на самом деле, она проигрывает войну в интернете. Они не очень хорошо сейчас владеют всем этим делом. Но они научились, по крайней мере, как джудаисты, да, или айкидошники, нападающего противника еще сильнее дернуть, воспользоваться его силой. Вот здесь вот военную реформу сделали, здесь пересажали там всех, кого могли в кондопоги и так далее. То есть они как бы применяют избыточную, как бы, реакцию, и тема становится бессмысленной. Ее, значит, те, кто на них нападает, выключают и начинают следующее. То есть ситуация в стране, более того, не просто ситуация, а реакция власти на ситуацию в стране происходит благодаря, ну, можно так сказать, не напрямую и не так кондованно, но все не менее, судя по твоему графику, благодаря постам и перепостам и вот этой вот самой интернет-активности, даже в ходе военной реформе, которую спровоцировал, в том числе, упомянут тобой, Газдеп. Конечно, конечно. То есть Газдеп рулит нашу политику? Нет, тогда короче скажи, да, Газдеп рулит нашу политику. Вообще говоря, этот галактический парламент, как в этих звездных войнах, он является главной силой на планете. Когда там, как говорят, взрывается какой-нибудь там теракт в Пакистане, то, возможно, это дело не в Пакистане, а в том, что хотят повлиять на выборы в США, да? Ну, естественно, американцы на многое влияют. То есть я правильно понимаю, что Газдепу не надо подкупать чиновников, ходить по министерствам, им достаточно просто иметь информационный инструментарий для того, чтобы влиять на политику. Нет, ну смотрите, смотрите, что же непростая такая работа? Американцы, они ребята самые квалифицированные на планете, они всегда работают по всем направлениям. Они и там, и там, и везде они работают. Но дело не в этом. Просто я говорю о том, как это видно, как отличить подогреваемую тему. Вот вы же... У нас разговор, собственно, начался с прошлой передачи, там, на радио, да? С передачи «Главрадио». Да. Где обсуждали, есть там нападение на патриарха или нет. Очевидно, оно есть. Вот зачем оно сделано и кем спонсируется? Другой вопрос. Технически есть. Технически есть, видно. И это видно, на самом деле, без всего этого. Видно, что выкапывают темы новые. Просто лишь бы их вбросить. Нет, смотри, а вопрос вот такой, ну вот еще, чтобы понимать до конца. Вот можно ли распознать тему, которая подогревается действительно искренним интересом? Ну вот, Оскар, предоскаровская неделя и постоскаровская неделя, грубо говоря, и там просто огромное количество людей без чьих-то подач. Да можно, но там все равно будет график вот такой. Вот он вот такой будет. Вот это искренний интерес, ты же Игорь говорил. Нет, это искренний интерес. На Оскаре явно будет всплеск. Нет, смотрите, что в интернете, наверное, имеет там вид полочки, это порнуха, да? А все события имеют вот такой, как правило. ПК-образное какое-то. Нет, или вот релаксирующий вот такой график, вот такой. Когда есть какие-то в сюжете еще всплески. Значит, в основном там, где есть полка, это подогрев. Нет, просто в случае с патриархием Кирилл могу предположить, что интернет-общественность больше, и большая ее часть. Конечно. Не больше, а возмущенная. Делать это не специально, потому что такой очередной предмет для троллинга активного. Конечно. И этим занимаются собственностью хорошо. Конечно, конечно. И может быть, каждый второй вброс вообще возникает вот по этой причине. Но, тем не менее, если вот не подогревать, этот троллинг тоже угаснет. И если эта тема продлится еще хотя бы два месяца, значит, все два месяца вот подогревают. А как угаснет, я вам скажу. Не тем, что люди, вот как Игорь говорит, что они просто взяли и забыли про ментов или про Кирилла. Я так думаю, что угасание интересное происходит только за счет вытеснения. Не думает, что Игорь. Нет, невозможно просто теперь все перестать думать. В отечении будет другой, более яркой, более острой, более жесткой. Событий настоящих очень много. Очень много. И люди там, которые просто нравятся ненавидеть кого-то в интернете, они будут просто переключаться. А интересно посмотреть на график, действительно, ну, вымещение. То есть шел-шел Кирилл, потом появился некий. На кого? На Путина? На Путина. Вот смотрите. На этот график? Да, это, не, еще, если лисните, еще лисните. А это что? А, вот. Это вот график роста, интересно, там тысяча упоминаний, в конце концов дошло до двух. Это вот прошлое лето, да? Это вот тот момент, вот этот вот, который я рисовал, когда интерес к Путину начал подогреваться именно в формате. Путина нам не надо и так далее. Его упоминания здесь в основном негативные. Давайте еще лиснем. Вот, значит, еще раз. Вот это вот, насколько я понимаю, осень, вот этот печок, это когда, я так понимаю, Путин с Медведевым объявили, что рокировку производит. Октябрь. А дальше вот это, это на самом деле выборы, где ненависть людей к партии жуликов и воров, которая там якобы сделала выборы нечестные, была конвертирована в то, что, а это все Путин, долой Путин. Вот, там тоже произошло конвертирование. А давайте лиснем дальше. Вот, а это вот, смотрите, вот что такое уровень естественного интереса. Вот выборы прошли, что происходит дальше? Вот если, вот сейчас, сейчас не происходит нападений на Путина. Никто не кричит, долой Путина, мы хотим без Путина, потому что это бессмысленно. Тема спалилась, ее выключили. И вот происходит затухание естественного интереса. Сколько там сообщений? Ну, было 25 тысяч, а стало 5. Почти 30 тысяч, стало почти 5. Пять раз упало. Ну, это, кстати, вот то, что Толян говорит, замещение, теперь Патриарх Кирилл у нас. Да, а вот Кирилла включили. Кирилла включили. И подогревают. А этого просто бросили. Я понял. Но мне нравится, что это не только, грубо говоря, 2D экранная модель, потому что Патриарха Кирилла включили, я так понимаю, Пуссирайт. Нет, смотрите, их, конечно, им велели ее включить, они побежали сначала в один собор, там не вышло, они пошли в другой поглавнее и так далее. Добавили звук, положили это на YouTube, то есть там было сделано все в лучших традициях запуска вируса медийного. А вот, ну все понятно. То есть это не просто им захотелось там станцевать, это было просто первое. А сейчас вот пошел там фотошоп, потом квартиру откопали, но интересно, что вот здесь, вот в этот момент, у нас включили две темы, как ни странно, параллельно. Нам снова в апреле, ровно спустя два года, включили еще ментов. Значит, Кирилл и менты. И вот эти две темы сейчас подогреваются. Причем вы можете видеть, что там, когда не хватает медийных поводов, например, откапывают какую-то аварию там полтора года назад, Нургалиевская жена, да? Да, 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 да. Потому что сейчас нет повода, и его там, вот почему-то механизм сбора из регионов не сработал, ну тогда вспоминаем, что было там полтора года назад. Чтобы градус интересный не упал. Не, ну вот Кирилла не могли вспомнить, придумали пуссирайд, создали повод. Это потрясающе интересное. Да. Спасибо большое. Я думаю, мы поставим на паузу это. Не, мы поставим на паузу, Игорь, ты согласишься, что там время от времени приходить? Вот с такими интересными звуками. Слушай, а что если нам с Игорем Месси, вдруг он согласится, Игорь Станиславович, к нам приходить регулярно и рассказывать про фон, скажем, там, там ежемесячно про фон месяца прошедшего, вот где, чего, как, кто, с кем, кому, куда, как? Ну да, давай, значит, мне это нужно там организовать специально под это дело мониторинг, потому что до этого же мы что, мы мониторим, мы сейчас не пишем, да, ничего? Пишем. Мы мониторим то, что либо заказал... А сейчас секрет сейчас сказать? Не, 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 я просто, чтобы не стало скучно. Мы мониторим то, что заказал заказчик. У нас там сейчас, вот, например, МТС, наш заказчик, они мониторят себя, свои продукты и конкурент. Все понятно, нет, я тебя понял. И поэтому, если какое-то новое событие, а мы его не мониторим, его надо там ретроспективно отмониторить назад, то есть создать компанию мониторинга заново, там, это делают люди руками, а дальше уже машины. Ну, в принципе, это возможно. Патетически, я скажу, патетически заказчик весь российский народ, а эти скажут, ну, слушай, ну, что же делать? А критерии яркие события. Да, вот Родина тебя просит. Спасибо. Игорь Ашманов был сегодня с нами. Спасибо большое. Фантастические, во всех смыслах, интересные лекции. Следующая тема интересная. Очень, это не то слово, это не просто тема, это сенсация. Да, офисные работники, вернее, приход офисов и огромное количество офисных работников в нашу жизнь и повышение градуса стресса породило огромное количество синдромов. Все знают. Ну, пока синдромов. Это раньше времени, да? Да, пока синдромов. Там синдром постоянной усталости, сонливости, не знаю, депрессии, гиперактивности, неусидчивости, можно проложить до бесконечности, боязни лягушек. А как называется синдром, когда вдруг, независимо, так сказать, от внешних факторов, ты начинаешь орать, материться? Синдром трауре. Какой-то синдром, да? Какой-то синдром, по-моему, слесаря. А, синдром пальца и молотка. Тут же туретта. Туретта. Но сейчас пошла встречная кампания, на графике бы она точно отобразилась, по... Как это называется? Десиндромизации. Десин... Скажи, пожалуйста. Десиндромизация. Население. Поэтому у нас Павел Михайлович Пискарев, психолог в программе. Психолог. А пока он идет, расскажу, что там два германских ученых, значит, провели исследование, которые показали, что, в принципе, по одному и тому же набору симптомов, разные психологи, психотерапевты и психиатры ставят абсолютно, то есть, не схожие... Диагнозы. Диагнозы, да. Если одним словом, как о короткой формуле, такой емкой научной... Фуфел? Это фуфло, дешевое и жалко. От балды, фуфло, они говорят, что прикрываясь опытом, но... Здравствуйте, Павел. По факту получается, что так. Здравствуйте. Привет. К слову о джентльменах, мне вспомнилось, кстати, из Джерома Джерома. Вот, кстати, кстати, постойте рядом. Не долго, не долго, да? Камера здесь. Анатолий, проходите, вы присоединяете. То есть, наоборот, здравствуйте. Так вот, Джерома Джерома, где, помните, он вначале говорит, что я обнаружил у себя, это не там, где все болезни мира, какой-то там, типа, синдром почечной недостаточности, заявил важный отцу, что я не могу категорически идти в школу, но одна затрещина отца излечила меня, и я понуро, значит, побрел. Вот у меня есть ощущение, что большинство нынешних синдромов, которые люди с гордостью заявляют, у меня синдром постоянного недосыпа, у меня синдром гиперактивности, недоактивности, там, синдром большого пальца, не могу держать карандаш, все это в фигне. Вы спросите меня за этот научный термин? Я так пользуюсь подобным, в это время я пользуюсь такими же терминами. Вопрос фигня ли? Ли. Да, конечно. Фигня ли. Ну, вот был эксперимент, от чего мы, собственно, оттолкнулись, который доказал, что многие врачи ставят диагноз так, ну, на глазок, грубо говоря. Интуиции свое руководствуюсь, а не какими-то клиническими, объективными. Ну, нельзя так однозначно заявлять. Все-таки доктора, психологи, психиатры, они педагоги, социологи, люди исследуют, как-то они не зря свой хлеб потребляют и делают работу весьма научную, рассматривают. Это ваше сейчас говорит корпоративная этика? Ну, нет, не совсем так. Вы же практикующий психолог? Я практикующий психолог. Соответственно, если сейчас исчезнут все эти, так сказать, больные с синдромом большого пальца, чем же вы будете заниматься? Мне легко, потому что я как раз-таки психолог для людей здоровых. А, тогда скажите правду. Принципиально. Поэтому я могу говорить свое мнение без того, чтобы удерживать себе клиентуру и пациентов. На самом деле это хорошо, что врач-психолог говорит, что есть здоровые люди, потому что для врачей обычно их не существует. Ну, для врачей не существует. А, нет, врачи с ними не встречаются. А, ну, врачи. Хорошо, значит, окей. Значит, вы не боитесь потерять клиентуру, поэтому можете прямо сказать правду. Ну, да. Не бойтесь, Монтан, Михайлович, давайте. Нет страха говорить правду последние лет сорок, наверное. Итак, фигня, не фигня? Не фигня. Не фигня. Синдромы существуют. Надо честно смотреть на жизнь. Жизнь меняется, темп жизни меняется, информация и потоп меняется, пресс жизни меняется, востребованность человеческого ресурса меняется. Если раньше человек мог жить процентов на 30-40, себе понимая, что в ближайшие лет 50 его ожидает, да, в какой-нибудь семье, там, вот родился он в клане или там в корпорации, в цехе. Сейчас совсем не так. Сейчас сама идея выбора так угнетает, что родит море синдромов, в общем-то, подавленных в психике, которые могли бы и не проявиться в других условиях, но наши времена такой катализирующие. А какой вот синдром, который характеризует наше время? Вот самый такой новомодный, может быть, или в тренде? Трендовый, да. Ну, если про тренды, и вот с той манеры, что вы начали, конечно, есть синдром, иметь синдром. Это, конечно, известно. Некоторые бомонты, или как бы, вот как постмодернизм пришел в Россию, в Советский Союз, да, помните, Ремарка читали. Вроде бы стало модно участие людей, иметь некоторое психическое такое... Немножко хандрить. Ну, да, немножко хандрить. Это вроде бы отличает тебя от простолюдинок. Ну, вот мы сейчас, на самом деле, немножко... Ну, вроде как... Ну, это психическое заболевание, как листик статус... Ну, почему постмодернизм? 19-й век, барышни. Вы вспомните, они же... Да, 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 синдром романтизма. Романтичный синдром, да, все. Подождите, но мы сейчас немножко иранично говорим, а на самом деле есть такой синдром, иметь синдром? Ну, я бы его заявил. А вы бы заявил? Я бы его заявил. Это очень узкий синдром для верхушки такого интеллектуального сообщества в каждом городке или городе. А их лечащие врачи, этот синдром в них активно, собственно, поддерживают? Поддерживают, да, существуют психологические группы, кабинеты, люди ходят. Потом приходят, говорят, вы не представляете, я так у психолога хорошо посидела. Дамы, это была такая любопытная беседа. Он мне и ногти сделал, на руках. Ну, ногти нет, но ручки размял. Не тролльте, это же важно. Да, Лиз, ну, если на самом деле синдром иметь синдром, это узкий синдром, но там в зависимости от того, где мы живем. Синдром – это широкий синдром, как раз, самый широкий. Нет, нет, не самый широкий. От того, где мы живем, самый широкий. Ну, какой самый широкий? Ну, например, есть синдром успеха или синдром успеть. А что это? Ну, я так сейчас говорю психологическим языком, не клиническим. Синдром успеет, знаете, сейчас большинство людей боятся опоздать, по крайней мере, горожане. Боятся опоздать, и все куда-то породятся. Нет, стойте, это не просто описание какой-то боязни человека, это прям, правда, синдром, и у него есть некие признаки... Синдром, который можно разложить по признакам. С другой стороны, есть клинические синдромы, например, вы же мне позвонили, ребята говорят, а вот про гиперактивность можешь сказать? Я говорю, ну да, вот гиперактивность, синдром клинический, и в перечне в международной классификации болезней, там, 10-го перепросмотра, им, сори. Существует такой, да, гиперактивность, как клинический синдром, который надо лечить, который там медикаментозно к нему подходит. Море профессионалов, клиники, прочее, проводят всякие исследования. Целая индустрия стоит на синдромах. Мы же за него и зацепились, потому что, как выяснилось, по клиническим, как называется, признакам, сколько, тысяча психотерапевтов, а им не сказали, что чьи это симптомы, им дали. И, значит, тысяча психотерапевтов, сколько там, 16% только диагностировали вот этот самый синдром, все остальные, кто влез, кто подрова. Мы сейчас дадим вам возможность ответить, пока прервёмся и потом вернёмся. Ну, собственно, даже наша задача не то, чтобы проверить, вот, насколько Сильвия Шнайдер и Юрген Марграф из Русского университета Бохума, так сказать, они правы были, а также доктор Контрин Брухмюллер из университета Базили. Дело же не в этом. Просто есть такое тоже интуитивное, как у этих докторов, ощущение, что большущее гигантское количество синдромов, в большинстве своём, хорошо, не берём, мы говорим, что все, они придуманы нашим временем... И лечатся одной из отречинок, по-хорошему. По-хорошему. Но на самом деле они лечатся хорошим, действительно, большим, серьёзным вложением. Это прям целая индустрия. Ну, вы же сами скажете, что я согласен. Потому что есть люди, которые лечат. Я согласен. Проблема в чём? Или в кайф в чём? Или вот так всё устроено? Что в этой индустрии играют как профессионалы индустрии, которые обеспечивают тех, кто в эту индустрию вошли как пользователи. Такие юзеры синдромов. Юзеры синдромов? Ну, конечно. И ведь хочется себя ощущать современным человеком. Со всеми, да, вдруг себе обнаружит синдром. Ну, причём через месяц можно другое обнаружить. Если там регулярно, поздно встаёшь, вдруг проще это назвать синдромом, чем получить затрещину и вставать рано. Вот. Да. Я тоже за то, что затрещина и трудотерапия лечит синдром. А вы так лечите своих? Своих так лечите? Ну, с сыном лечу, да. Ну, так, с юмором, конечно. А есть вот, у Илья страдает давно синдромом непопадания в тренд. Вы обнаружили, ну, это же, ну, правда, очень распространённое сейчас. Ну, скажите. Ну, есть такие люди. Многие люди этим страдают. Тренд знают, в тренд хотят попасть, но пока не попадают. Ну, это как синдром стрелка в молоко. Это как-то близко, да? Пять человек в мире. Пять человек в мире, Ваня. Но страшно. Так как вы, Илья, я не знаю, насколько... Нет, на самом деле, в тренде. Я вот помню, мы вот так хиповали лет 20 назад. Вот. А он сейчас только попал. Я ж тоже, видите, с фенечками. Сидро есть. Все это тоже. Илья, зря эти ребята не понимают трендов просто. Они тоже 20 лет назад хиповали. Посмотрите. Мы, есть на самом деле симптомы. Я вот, например, трясу ногой. Это гиперактивность? Нет. Это правда гиперактивность. Ты трясешь ногой. Тут вообще другое. Слава богу, я думал, это синдром черта. Нет, я грызу. Если это происходит регулярно, то это симптом. Да, симптом чего? Который может быть симптом и гиперактивности в том числе. Нет, это сейчас не шутка. На самом деле, мы давно заметили, что Илюха, это правда. Я сейчас без всяких там... Вот он сидит и вот так вот делает. И сколько раз мы ему говорим, Илюш, прекрати, потому что он начинает уже раздражать. И тут, когда мы понимаем, что у нас сегодня будет психолог, мы решаем задать вам два вопроса. Все проконсультируем. Да, да, да. Первый про Илюшину ногу. Может это быть хоть каким-то косвенным, так сказать, признаком хоть какого-то синдрома? Ну, да, да. А просто второй с Гиперактивностью можно я пишу, что твой синдром? Можно? Ты слышишь вообще? Ты слышишь? Твое все пропустили. Знаешь, какой ответ был? Давай назначим гиперактивность. А как... Нет, давайте не то, что прикольнее лечься. А давайте так. Вот если я, когда я работаю, как ты... Вот я вроде бы работаю там в бизнесе, работаю там в моделях развития, в социальных пространствах, как психолог. Там психология влияния, масс. Но тем не менее, у меня регулярно есть какие-то пациенты. 20 лет в клинику вот я веду. Я люблю это делать. И мне проще не синдром лечить, а с человеком договориться, что он хочет вылечиться. Поэтому, когда я ему ставлю диагноз, вот он приходит такой... А его лучше становится в итоге? А? Ему лучше в итоге становится? Это же главное. Главное-то это. Ну, конечно. Поэтому я говорю, тебе какой синдром нравится лечить? Хочешь, назовем гиперактивность. Он такой, не, не нравится. Я говорю, как ты хочешь это назвать? Он говорит, синдром бегуна. Давай лечить синдром бегуна. А у людей не вызывает это недоверие к лечащему? Мне нет, ко мне не вызывает недоверие. Потому что я веду человека к лечению, ему даю там процедур столько. Я говорю, будет вот так. А есть люди, которые эксплуатируют такие вещи. Говорят, о, это синдром гиперактивности. Синдром бегунический. Сейчас тебе пропишем. Пойдешь вот в эту аптечку, скажешь от меня. Нет, во-первых... Возьмешь амфитаминчик о себе и ножка успокоится. Нет, ножка не успокоится, но замаскируется на фоне. Нет, ножка будет. Когда у тебя... Ножка будет так медленно, так вот так уже. Нет, если я человек с синдромом, который не попадает в тренд, то у меня не может быть синдрома гиперактивности, потому что гиперактивность – это тренд. А как фильтровать этих людей, которые вас пичкают таблетками понапрасну? А зачем их фильтровать? Ну, надо фильтровать людей, которые вам продают таблетки просто. Нет, но вы приходите... Люди все. Надо фильтровать их, отслеживать и не принимать таблеток по любому поводу. Это самое важное, собственно, как происходит. Потому что синдром, не синдром, как назови, это все фигня, конечно. А вот лечение – это интересно, потому что есть два, насколько я понимаю. И совсем общо, совсем вульгарно представить себе эту историю. Значит, первая категория известная из фильмов – это люди, которые ложатся на кушетку. Хочешь ли их ложить? Ну, пример, покажем, как это происходит. В изголовье сидит психолог. Психоаналитик, если мы про кушетку, то психоаналитик. И вот таким образом, значит, надо покопаться в себе. От наличия кушетки как-то градируют? Да-да-да-да. Психоаналитики, они себе как бы заприватизировали кушетки. Если кушетка... Хорошо, слежили, не вставать. Так вот, это один вариант. Он относительно, так сказать, безбезопасный. Ну, ладно. Есть же второй вариант. Действительно медикаментозное лечение. И вот это уже, это самая интересная история. Давайте, если так вот, чтобы я серьезно тоже что-нибудь сказал. Много методов лечения. Если мы про гиперактивность говорим, давайте говорить, серьезные встречаются случаи. Ну, ребят приводят, юниоров, пионеров, то есть совсем маленьких. И вдруг приходится работать с ребятами. Ну, людям надо помогать в этом. И поэтому, грубо делить на два метода, ну, не совсем корректно. И не хочется поотноситься цинично к тому, что действительно людям делает, ну, приносит такое нездоровье. Или синдром нездоровья. Вопрос в другом, что лечения много. Я лично предпочитаю такие вещи лечить. Во-первых, это социальный синдром. Это не физиологический синдром. Это мы речь. Это социальный синдром прежде всего. Он существует. Как его лечить? Хорошо, не кушетка, хорошо. Знаете, я вам сейчас скажу простые вещи. Одна вещь, массаж. То есть, надо просто телесно ориентированные практики. Надо тело излечить. Вот это, что нога трясется? Да. Так на массажик, она же проще будет, чем таблиточку. Например, только как-то так тело надо, через тело надо коснуться душить. Поэтому я говорю, не просто массаж, а телесно ориентированные психопрактики. Надо освободить какое-то напряжение в теле и в психике. И дать возможность этому напряжению куда-то выйти. Через энергетические меридианы, если хотите. Не надо. Или через... Да, почему нет? Я заклинаю вас. Научное знание. Давайте, давайте будем уважать. Это отдельная программа. Это кафедра. Это уже кафедра. Нет, я бы к тому, что настолько интересная тема и увлекательная, что это отдельная передача. А другой вариант. Надо вывести просто молодого человека, например, в то место, где он сумеет, сможет, имеет возможность увидеть горизонт, и он вдруг его расслабит. Увидеть горизонт. Потому что, на самом деле, при таких строгих, консервативных расчетах, примерно 21%, я где-то так помню, встречал, молодых людей страдают с синдромом гиперактивности. И я готов согласиться, что да, это так. Другое дело, что одни, это потому что конституция у них такая. Такая конституция организации здоровья. И они в молодых... Один конституция, другие еще что-то. И некий процент, то, с чем мы начали, это синдром наличия у себя синдрома. Потому что я богема. Это другое. Ну, таких обычно гиперактивности не бывает. Спасибо вам большое, Павел Михайлович. Вроде разобрались, ребят? Да. Подтвердились и убедились в своих выводах и мыслях. Павел Михайлович Пискарев был с нами, психолог. Спасибо вам огромное. Да, парни, приятно видеть. Счастливо. Так, ну что, вот знаете, есть такая известная сценка, как бы, даже анекдот по поводу смешанных чувств. Так. Ну, с одной стороны, я очень рад, когда всяких безответственных ублюдков... Бастардов, лучше говоря. Бастардов, да. Бастардов, да. А с другой стороны, вот тот ли это случай или нет, нам сейчас предстоит обсудить. Впрочем... А сейчас что это было? Что за предложение без начала и конца? По поводу блогера, которого посадили за наезд на Аману Тулеева, губерната Кемеровской области. Ага. Есть предложение. Угу. По этому поводу позвали. Господи. А показали свои дручные фотографии. Эксперта? К черту, к черту блогеры. А зачем тебе блогер, Толь? Ага. Какой бы ты ни был, за что бы его не посадили? Посадили и ладно. Пусть сидит, что бы... Что нам... Пусть сидит, и мы посидим. Что нам его трогать? А как блогеры зовут? Остановите это с ландшоу. Аватар блогера. Друзья, у нас Ксения Мартыненко в гостях. Словом, теперь мы знаем. С ней-то мы эту тему сейчас и разомнем. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Вы зачем-то парализовали работу? Все, я забыл про блогера вообще. Здравствуйте. Алексей. Добрый вечер, очень приятно. Ксения. Здравствуйте, Илья. Блогер. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Блогер-неудачник. Вот мой блог. Почему неудачник? Вот мой блог. Потому что блогер-минус тысячник. Ну что, Анатолий, у вас есть еще какие-то желания что-то обсудить? Я не знаю, что-то кроме наших сегодняшних гостей. На самом деле есть. А вы же в интернете сидите, бываете? Ну вы знаете, да, в последнее время очень часто провожу там время. Последние лет пять, в смысле? Последние, наверное, да, лет шесть. Последние. Ну вы знаете, я могу сказать, для вас это треть всего времени. Нет, когда я поступила в университет, естественно, я стала, я зарегистрировалась на сайте, одноклассник, это в социальной сети. И, наверное, с этого началась моя такая вот интернетская жизнь. Последние в бедность. Хотя сейчас абсолютно этим не пользуются. Достаточно было сказать да. Хорошо. Не, хронометраж тянем, все нормально. Послушайте, а вот мы давно просто про это говорим, и нам кажется, что, ну, например, там, деанонимизация интернета, она решит эту проблему отчасти. Проблему совершенно безответственных заявлений, оскорблений и всякого рода мерзости, которые потоками льются в интернете от людей к другим людям. Есть же такой эффект, есть же такой, так сказать, феномен. Вы же когда шли в интернет вот в последнее время, вы же понимали, что интернет такая, это немножечко особенная, как бы, реальность. Она с такой сбытом вашим в настоящем, в настоящей жизни, она не очень много общего имеет. Там люди могут послать друг друга матом. И вообще ничего не значит. Вообще ничего не значит. Может, ты бы просто сказать да, Толя. Да? Мне просто ответить да. Не знаю, вот тут надо задуматься. А здесь это конкурс, кто дольше протянет родометраж. Отвечайте, отвечайте. Ну, вы знаете, я думаю, на самом деле, что все зависит также от человека. Допустим, я никогда, я вам честное слово скажу, никогда не сталкивалась с, скажем так, ненормативной лексикой в интернете. Ни разу не сталкивались с ненормативной лексикой в интернете? Нет, я имею в виду, я просто, наверное, может быть, не заходила на такие сайты. Или... Ага. Я обычно смотрю новости, Би-Би-Си, Евроньюз и... И канал Культура, но это само собой распространено. Нет, канал Культура я не смотрю, вот. Слушайте, то есть... Ну, я, конечно же, знаю, что, естественно, можно в интернете сделать все, что угодно, и люди, наверное... То есть вы это знаете? Да, естественно, не понаслышке, у меня же много сокурсов. Давайте расскажем, о чем речь-то. Вот смотрите. Значит, суд в городе Югра, Кемеровской области, я вас куда родом? Я сама из города Бреста, Белоруссия. Хорошо. Так, приговорил местного блогера Дмитрия Шипилова, нецензурно обругавшего, цитата, в интернете губернатора региона Амана Тулеева и начальника областного департамента культуры и национальной политики Ларису Зауэрвайн. Продолжай, продолжай. А, я потерял, потерял строку. К 11 месяцам исправительных работ с удержанием, ну, и т.д. Мы читали блог Дмитрия Шипилова. Не могли после такой рекламы не прочитать. Не могли, естественно, не могли не прочитать. К счастью, все эти посты там висят. Мы ни в коем случае, я хочу договориться отдельно, чтобы ни в коем случае не призываем сейчас заходить, искать и читать, потому что... Это сделало решение суда. Да, решение суда действительно... Так вот, вы знаете, что декриминализовали статью о клевете. Ну, то есть это теперь не судят. Теперь, соответственно, все что угодно можно под статью оскорбления. Причем там есть какая-то формулировка, что типа... Оскорбление – должностного лица. Да, должностного лица. Представитель власти. Оскорбление – представитель власти. Прямо вот римское право, да? Все, что оскорблении Цезаря. Что бы ты ни говорил, сволость, ты не можешь договорить про Цезаря. Вам кажется это справедливым? На самом деле нет. Мне кажется, что любой человек достойен того, чтобы его уважали. Вот. И не в зависимости от того, какой он занимает пост. Тогда получается, что обычный народ, скажем так, массы, они что, недостойные, чтобы их ценили или уважали? Молодец. Ну, мне кажется так. Потому что мы все люди, и вы знаете, на самом деле, я думаю, что именно государство, да, экономика страны зависит же не от тех людей, которые управляют, а также от народа. Молодец. Золотые слова, серьезные, я угадаю. Ну, правда, хорошо сказала. Я не согласен, я готов подписаться. Нет, на глаза смотрел, я не слышал. Ну вот. Не, просто у вас… Ну, мне приятно. Есть люди в жизни, которые вам не нравятся? Вот давайте прям совсем просто. Конечно. Есть? Естественно, есть. А у вас есть блог? Нету блога? Нету. Ну, вот был бы у вас блог, и вы вместо того, чтобы прийти к этим людям, не знаю, под окно, и проорать в мегафон, как вы к ним относитесь, что вы о них думаете, даже зачастую в абсценной лексике, вот так скажу, вы пишете спокойно, чтобы никого, и их не злить, как бы, и не плодить количество зла в мире, спокойно в блоге, не стесняясь в выражениях, пишете все, что вы о них думаете. Потом эту запись раскапывают, и вас сажают за оскорбление. А вот скажите смысл того, если я напишу какие-то нехорошие вещи об этих людях? Вам бы психолог сказал, что значит, вот выписывают негативную энергию. Нет, смысл, я объясню, Аман Тулеев, о котором мы вспоминаем, в прошлом году судился с кемеровским блогером другим, Александром Сорокином, которого обвиняли в клевете на кемеровского губернатора. В августе, там, в 2010 году Сорокин разместил в ЖЖ пост, содержащий обвинение, Тулеев посчитал, и, собственно, поэтому подбудил в суд, заведомо ложную информацию содержащую о том, что Тулеев причастен к операциям с рейдерским захватом крупной собственности на территории Кузбасса. Сорокину было предъявлено обвинение, соответственно, то есть специальные, так сказать, компетентные органы занялись, заинтересовались, я думаю, а параллельно они, так сказать, вот расследованием этого заведомо ложного утверждения Сорокина тоже занялись исследованием, расследованием. Кто знает? Скажите мне. Это самое интересное, если человек заявил, его обвели в клевете. На эту тему нигде ни одного упоминания, ни одного намека нету. Насколько это заинтересовали вот те самые компетентные органы? Но Сорокин скотина, заинтересовался. Тогда получается презумпция в виновности Тулеева, да? Презумпция в виновности блогера. Или кого там Шлемеева? Сорокина. Нет, если он, смотри. Тулеев, Оман. Да. Если расследовать его коррупционную деятельность, тогда получается у него презумпция в виновности. Мы не можем говорить про какую-то коррупционную деятельность. Это было предположение блогера Сорокина. Да. Его посадили за клевету. Так. Вот. Но факт клеветы не был подтвержден, потому что никто не знает, что, может быть, может, он разоблачил, а не клеветок. А вам не кажется, что любого человека, в принципе, можно оклеветать? И, допустим, он может сказать в более корректной, скажем так, форме о другом человеке, да? Высказать свое мнение. Это как? Я не хочу называть, что то, чем вы занимаетесь трейдерский захват, но просто как получилось, что это дом отдыха, теперь ваш. Ну что это? Вот как это вы с вашими друзьями? Да, но, к слову сказать, этого блогера не посадили, потому что как раз вот в тот момент произошла декриминализация статьи о клевете, поэтому он там выдохнул и легко отделался. Но это никак не меняется. Он оскорблял, оклеветал на него, вот всеми этими словами. Представляешь, ну можно же говорить про человека, он дегенерат, дебил, подонок. Были свидетели того, что он клеветал? Клеветать. Весь интернет. Были ли свидетели? Наконец-то вы девушку включили. Конечно, были, это же блог. Там же все записано. Свидетели были. Правда, может быть, это клевета. Вообще-то хорошо. Вообще-то еще появилось в нашем языке год примерно назад появилась такая фигура речи, как оценочное суждение. Такой юридический термин. То есть это не оскорбление, это я, значит, не оскорбил вас специально. Это я вот, это я так про вас думаю. Это один из самых гибких, одно из самых гибких юридических понятий. Резина, резина нервно курит. Серьезно говорю, по гибкости. Нет, но мы же помним, кто ввел этот термин. Если такие люди вводят такие термины, значит, действительно, они действенны. Подведите итог этой темы, и мы на рекламу идем. Мне кажется, что оценочное суждение тоже может быть абсолютно разным, потому что можно выразить свою точку зрения корректно, а можно высказать свое мнение некорректно. Мы должны это обдумать. Давайте, может, хватит уже про клевету, оскорбление, оценочное суждение, потому что Ксения совершенно не располагает к такого рода темам. Давайте о цветах. Давайте. Есть тема, которая вам, кстати, интересна. Ну, правда, вот эта тема нам интересна, она такая скучная, сухая. Не, не скучная, вернее, сухая. Такая яркая, клевая тема. Так, а нам все интересны? Это моя оценка. А вот что интересно вам? Вот вы пришли в нашу программу, мы вас взяли в соведущей. Какие темы, какой спектр тем у нас появится с вашим приходом? Ну, мне очень интересна межкультурная коммуникация. То есть это культуры разных стран и народов. А, ну, то есть это новомодный национализм. Ну, да, можно сказать так. Коммуникация межкультурная? Да, ну, то есть это как сделать так, чтобы, допустим... А это интересно, мы же так можем легко перебросить тогда мосточек к мультикультурализму, неудавшемуся в Европе. Вот, то есть, я говорю, хватит кормить Кавказ, вот эти все условные, да? Да, но, ну, больше так, в принципе, я специализируюсь больше по Европе, но, в принципе, давайте поговорим. А год чего в России у нас был? Год Испании в России, год России в Испании, также Италии. А нынешний? А нынешний будет год Германии. Год Германии. Да. А я в Берлин ехать не хочу. А это ли? Да. Хорошо. Еще. Это понятно, нет, это понятно, это отложили, все, значит. Что еще, какие темы? Ну, не знаю, чисто женские, красота, маникюр, тикюр, волосы, одежда, любовь. Конечно, да. Любви не хватает, кстати, в программе. Любви не хватает, думаешь? Да. Ну, вот сейчас, мне кажется, самое время. А вы могли бы прямо сейчас вот восполнить эту вот нехватку любви прям и нам, да и всей стране? Ну, потому что есть какой-то дефицит легкий. Конечно. Может, не увлекайтесь, пожалуйста, на сцену? Ну, да, дети нас уже не смотрят, но взрослые со слабым сердцем посматривают иногда. Вы как хотите компетентировать. Ваша камера. Дорогие телезрители, я бы хотела бы вам пожелать, чтобы в каждом дне вы находили что-то такое, что делало бы вас чуточку счастливой, дарило бы море позитива и улыбок. Ну, а мы в программе «Профилактика» постараемся сделать ваши вечера наиболее интересными, приятными и занимательными. Не переключайтесь. Ловко, Найдер. Рейдер, захват. Мурфилактики. Вернула, ладно, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова